Всем привет, с вами Похититель Ароматов, и мы начинаем обсередливать звёзд, которые пришли на превзавтрак премии Муз ТВ 2018. Ставьте лайк, подписывайтесь, оставляйте комментарии и делайте репост. Поехали! Первый лот. Кто это вообще? Они выглядят как две сёстры-близнецы-двойняшки, но одна из них облысела, потому что у неё была какая-то... Ну, она поехала куда-то в Южную Америку, и там её укусил какой-то редкий комар, и, короче, у неё началось резкое облысение, что даже доктор Халфе не может помочь, как две сестры. Супер! Ну, и, конечно же, что меня больше всего выбешивает на этой фотке? Всё выбешивает. Два гранёных стакана, канапешечки, крестик одетый поверх какой-то ковтюлины, которые, знаешь, кожаные какие-то эти. Шифончик с насроченной кожаной звездой, и там ещё перфорация, проститутский гламур. Анастасия Заворотнюк. И на головне, на головне, конечно же, у неё, на головне, одет такой сделан причесок, пречихонщик в стиле выпускной, выпускница девятого класса, 1998 года просто. Класс! Вот эти залакированные кудры. Ну, и, конечно, маленькие сапфировые серёжки дополняют этот образ. Ну, или здесь эти. О, смотрите, у неё тоже те же проблемы, крестики. Прекратите носить крестики. Это не культура кичится своей религии. Может быть, сидя в зале мусульманы. Может, им неприятно. Может, есть атеисты, которым неприятно. Прекратите вот это кичится, что какие-то крестики носить. Кошмар. Ты бы ещё это с папом рядом стала. Ну, и что мы надели? Какая-то ковтюлина, вот эта, как она называется, водолазка. Кстати, вы меня срали за водолазки? Сегодня мы с вами обозначим это видео хэштегом водолазка. Ну, типа, ну да, ну спела, ну вышла. Ну и что? Боже, какие люстры. Это какой-то этот, дворцовый переворот начался. Ты меня преследуешь? Как жрать хочется. Единственное, 10 из 10, это, конечно, застолью. Нигде в мире на тусовках так не кормят, как в Москве. Посмотрите, тут тебе и салат с печёнкой, тут тебе и паштет с колбасой, тут тебе какие-то эти заливные штучки. Охренеть, и бухлишко. Кошмар. Всё, надо ехать в Москву. О! Ну, такое, знаешь. Как будто на свидание собрался. Ой. Фу. Зачем так много текстур? Тут тебе и полупрозрачная ткань, она ещё типа помятая. Сжатая, по-моему, называется. Тут тебе и нитка жемчуга. Тут тебе и, блядь, перья. Тут тебе и стразы в серёжках. Доченька моя, почему так всего много? Неужели нельзя было уменьшить вот это всё? Ну, этот, просто вообще цирк. Циркачка. И поела. И я, смотрите, что у меня в тарелке. Смотрите, мяско скушала, а салат оставила. Ты что, нужно и салатик кушать? Ой, да ты что? Два пальца в рот, и всё пройдёт. Ну и что? Кофточка. Вот это, как она называется? Реглан. Как называется футболка с длинными рукавами? Эй, ужас. Сверх кожаная косунка. Ну, такое, знаешь. Студент собрался до свидания. О, тут застолье крупным планом. Боже, сколько всего. И все сидят и жрут, как гусеницы эту, листву с деревья. Кош... О, Нагеев. Дмитрий Нагеев с щётками. Он мусульманин. Дмитрий Нагеев. А та с крестиком, этот, с щётками. Боже, лысина так сверкает, что я не знаю. Чистота лысины две трети. Кто понял, тот посмеётся. О, какой-то блогер с Ютуба. Бомберы. Такой шо-то. О, это кинзо, кофточка. Татуировки на лице. Ночью пошла жара. Мне кажется, я просто постарел. Я уже от этого не получаю морального удовольствия. Кошмар. Реально. Я от этого не получаю никакого морального удовольствия от этих лиц. Скажите, пожалуйста, мальчики и девочки, кому по 14 лет? Вы получаете удовольствие вот от него? О, джиган. Как это объяснить? Вот знаете, что? Кто для меня джиганщик? Готовьте. Готовьтесь. Короче, есть мужчины, которые переодеваются в женщин. А есть женщины, которые переодеваются в мужчин. И вот джиган, это просто баба, которая драг-кинг они называются. Ну, у вас вы даже про эту культуру нихуя не знаете. И погуглите. Драг-кинг. И он реально как драг-кинг просто выглядит. Вообще. Это блестящая параллированная лысина. Этот бильярдный шар. Эти такие, знаешь, чистые глаза голубые. И это как нарисованная оборотка. Очень раздражают такие бороды, знаешь. Как такие под калечку нарисованные. Поехали дальше. О, Нагиев джиган обсуждает письку Бузовой. А какая-то вечеринка. Гала-ужин премии Муз ТВ. Да уж. Кто-то ржет. О, Филечка. У Фили какой-то цепь якорная. У Фили якорная цепь. Бля, это Шанель какой-то? Это Бальман? Что это? А это кто с ним? Филя вообще... И у Фили тоже нарисованная борода. К вам какие-то барберы переехали из Турции. Начали хорошо зарабатывать на вас. Филипп уже просто, как знаешь, как ян-табачник. Серьезно? Пиздец. Уе. Боже. Если это... Если это сексива в России, я представляю, как вы обкончательствите, когда увидите моего мужа. Ну, это какой-то, наверное, рэпер, который просто мат поет. Набор мата. Опять. Один джиган. Где вообще? Где еще люди? Егор Крит. Серьезно? То есть, Бузова, блядь, а где они? О, где они, крупный план? Такой русский шоу-бизнес. Фу, у него это заношено такая штука. Это кто? Яна Рудковская. У него кофта такая заношена. Ты на секунде ее купи. Трое дворца. Филя. Филя, уже знаешь? Филя, вот видно, что ты раньше хотя бы старался похудеть, а теперь послався нахуй. А, и две сестры наши. Олег Майами. Моя тайная... Кому бы я изменил мотальная сексуальная фантазия? Кому бы я изменил, типа... Кому бы я изменил? Своему мужу? С кем? С Олегом Майами. Нина, серьезно? Такой типа, знаешь? Группа, другие правила. Ты победил на каком-то это, на фабрике какой-то? Ну, ты это... Почему джиган такой вылизанный? Я не могу понять. А этот... Бармозеточки. О-о-о, Ольга Бузова. Крыса. Кстати, я пока занимался этой обсеругиванием звезд. Оказывается, один из главных постулатов фотошопа не ебала заебашей. Ну, вы видите, что тут, знаешь, фотошопа на 20 лет вперед сделано. Смотрите. Тут фотошопа на 20 лет. Ну, типа, 20 лет фотошопа на лице. Но колени. Посмотрите на эти счетаны. Капец. Такое ощущение, что это какая-то мордочка. Что это ее сиамский близнец недоразвитый. И он такой, знаешь, типа... Вот ротик у него, два глазика. Класс. И он там такой... Оля, Оля. Хватит стоять, мне больно. Фу, Ольчик. Да пизды своей команде? Классно звучит. Да пизды своей команде? Ну, типа, в смысле, не дай себя трахнуть. А просто объясним, что на коленях тоже нужно фотошоп делать. Ну шоу, ну все. Кэжошик. Кэжошик пришел. Осторожно, Модерн. О-о-о. Группа авария. Вы еще живы? А этот такой, сразу видно, что... Ну вы поняли. О-о-о, прилизанная какая-то чмошница. Ну вы поняли, да? У меня уже было на обсуждении мужиков такие прилизанные педаски. Значок, кеды. Такой какой-то, знаешь? Мальчик-поебайчик. Там удовольствие ссал, тому попку подставил. На лицо ему кончили. Ну такое что-то. О-о-о, боже. Что за тренч? У вас что там, дождь идет? Сними, не позорься. О-о-о, боже. Вообще ужас. Не могу. Татуировки у всех. Такое низшее сословие. Не аристократы. Надо какой-то аристократический бал посмотреть. Ну и просто мальчик, которого можно смело трахнуть. Вот такое что-то. Худи. Еще, кажется, кто-то носит худи на этой планете. Давай, тебя отцентрирую, а потом начнут обижаться зрители. О-о-о, я так и ждал тебя. Катя Лель. Я вызывал сатану. Вот она и пришла. Боже, Катя. У Кати, конечно, с эклектикой все в порядке. Просто супер. Катю, ну вообще. Курточка кожаная. Какие-то российские самоцветы на шее, в ушах. Потом трикотажная кофточка в дырочку. Потом у нее есть какие-то перчатки. Катя, назови мне хотя бы одну вещь нормальную, которая сейчас на тебе одета. Жаль, мы не видим обувь. Может, у меня там, конечно, лабутены классические, которые так гармонируют, что прям весь образ на ура. Но это просто... Ты просто как какая-то бухгалтерша, которые дали прибавку к жалованию. Фу, нали здесь идти. Опять ты, зайчик. Качки. Не носите, пожалуйста, двубордные пиджаки. Они не то, чтобы восполнять. В них вы превращаетесь в жирных жаб. Боже, неужели? Неужели нельзя это понять? Вы просто как свиньи в этих двубордных пиджаках. И пиджаки с плотной тканью. И твидовые пиджаки. Не носите, вы в них как свиньи. О, еще один. Ну, посмотрите. Вот, посмотрите, пожалуйста. Как можно было без того хуёвый костюм еще опаскудить вот этими кроссовками? Никогда ненавидел эти кроссовки, потому что они такие, кажется, что они как будто сделаны из... Ну, типа, как это объяснить? Не из фарфора. Ну, что они как керамические, что они не гнутся, такие как пластиковые. Ну, вы смотрите, он на кроссовках деталь оттенил цветом своего... Цветом своей залупы. Цветом своего платочка. Строчи пулеметчик за зеленый платочек. И опять же, он тебе полнит этот пиджак. Ты не имеешь права его носить. Он полнит тебе, зайчик. И он очень какой-то заношенный. И там у него были подвернутые брюки. Они тоже очень полнят и укорачивают. Поэтому ты и кажешься, что у тебя метр 162, а кажется, что метр 30. Но тебя я уже смотрел. У тебя нестандартный цвет пиджака. Такие горящие глаза. На все готов, знаешь. Мир, люби меня. Продюсер, продюсируй меня. О-о-о. Ну, какая-то... Просто как-то черный гипер. Ворона. Ну, ладно, хорошо. У тебя... Давай выйти от противного. У тебя нету крестика. Плюс один балл. У тебя какая-то хайповый свитерок. Он мне не очень нравится, но зато, что он хайповый, я тебе дам балл. Два балла уже. У тебя татуировки на лице. Минус один балл. И почему-то ты, блядь, дополнил свой бук каким-то базарным шарфом. Просто. Из Киры Пластининой. Из H&M какой-то базарный. Шай бабская какая-то. Минус один балл. Итого ноль баллов. Ноль и десяти. О-о-о. Какие писюси. Это какой-то гей-капл. Итальянский гей-капл. Ну, блядь, косухи. Ну, косухи этот настолько вышел из моды, насколько это возможно. Так же, как и бомберы. Филипп никак не нарадуется. Неужели опять победишь? Неужели какой-то сингл опять вышел? Вот это... Да, то, что в моде девяностые. То, что в моде девяностые, так все решили просто крестики вываливать. И какие-то одевать просто, знаешь, цепочки, которые к девяностым никакого не имеют отношения. Это фидук. Рей-баны. Ой, рей-баны, боже. Кому ты хочешь этим удивить? А, и вот эти оранжевые-желтые линзы в очках. А, типа цвет мочи. Цвет пивной мочи. Ху а ю, бич. Это же Энчин Дэнкин Зо коллаборация. Даже я узнал. Ну... Ну и пускай. Зато ты олицетворяешь русскую женщину. Нет, ты олицетворяешь русскую женщину. О-о-о-о. Так и хочется дать народ. Стой здесь идти. Фу, блядь. Хватит вот этих шмафики. И опять кожаные косу. Прекратите носить кожаные куртки, тошни. Бузова. Платье огонь. Маникюр все портит. Красная нить. Порви уже. И так у тебя все сбылось. Пять книг начитала. Собаке инстаграм завела. Сама у себя интервью взяла, блядь. Хватит уже. Уже даже Киркором не стыдится с тобой фоткаться. Хуёвый макияж. Бузова, попроси Майка. У тебя нужно делать кошки на глаза. А у тебя глаза доброй дворняги. У тебя сильно она утяжеляется. И ты, как знаешь, собака Баскервиля. Ну а волосы чёрные. Почему? Чтоб хачи за свою принимали. О. Вот кто подписал этот протокол с Люцифером. Ей же за 30. Ты выглядишь моложе, чем я? Сладкая моя. Вообще, молодец. Вчера она пела лесбийские песни на Евровидении. А теперь она это отжигает. Ну как, всё хорошо у неё. Такая, знаешь. Худенькая, симпатиченькая. 7 из 10. Мне нравится. О, опять вы? Вон какой-то, блядь, угрюмряка. Фу. Лохушка года. Ну зачем? Вот эта обмотка никому не нужна. Кого-то, знаешь, каким-то этим, пледом, ну не пледом, как это она, кухонным полотенцем себя завернула. Ну такое что-то, позор года. Ой, моя ты ласточка. Всё идеально, смотрите. И руки, и глаза, и взгляд. И татуировки не мешают. Почему Бузова? Объясните, почему Бузова хотит быть похожей на неё? На них, на неё, на них. Так, берём интервью. Опять ты. Опять, это пошёл повторение матюсчень. О, боже, кто это? Кто это? Who are you? То есть сначала одевается трикотажная шапка красная, а сверху шляпа. Я думал, гондон одевают на шляпу, а он одев шляпу на гондон. Интересно. Фу, этот цвет не будет сниться. Кошмар. Самый уродливый цвет в мире. А, хотя это типа кодовый цвет Муз-ТВ, понятно. Ой, ребята, давайте не будем. Почему они так пародируют, типа, западную культуру? О, Россия всегда пародировала запад. В какой-то извращённой, вульгарной форме. Все треки эти рэперские, это какие-то просто перепетанные песни с запада, понимаешь? О, старая гвардия. Ещё скрипит потёртое очко. Кошмар. Опять ты, ох. Самый главный гей России. Приемник Филипп. Total Black. И вот это тоже, да, потёртое... Оно вышло из моды уже, вот эти все, знаешь? Как типа Чарли Чаплин проснулся на лавочке. Немножко состаренный бомжатник. Блядь, опять. Арбенина. Почему нету полный рост? Почему мы не видим обувь? Капец. Арбуз, описывайся. Это твой бойфренд? Боже. На помаженной пидожке. О, супер. И последняя фотка. Делать ли пресс-завтрак, я не знаю. Ну вот, смотрите, боже. Водолазки, пиздолазки. Кто в серии мою водолазку? Посмотрите на своих ёбари. Они все в водолазках. Это тренд. Но нам не водолазка, как на короле, а они просто как две тортилы. Как две головы профессора Доуля. И ещё. Посмотрите на Криды. Ну нельзя тебе такой твидовый пиджак. Нельзя в такую крупную клетку. Боже. Ты какая-то... Как какая-то, блядь, баба мне. Фу. Потом уже сделаю ещё обзор на пресс-завтрак, если не буду сильно занят. Всё, мальчики. Бай-бай.